У Гомельской области активно укороняются нормы 143-го указа президента об поддержке экономики. Приватному сектору працевать у пандемии складано. Многие сферы оказались у вельмения простым становящие. Об уластной справе, якая любовь на все житие, навод тогда, когда тяжко. Наши корреспонденты похуторили с Гомельской предпринимательницей. Катерина в бизнесе 8 лет. У свой час кончила белорусский державный университет транспорта, стала бухгалтером. Крихо працевала у державной структуры, а потом народила сына и пошла в декретный отпуск. И чем ближе было до его завершения, тем больше мощным становилось ожидание открыть уластную справу. Не то, как великий бизнес, а просто заняться тем, для чего давно лежит душа. Так, с хобби фотография перейшла украинницу заработку. Спочатку было страшно, як это раптом звольница оттуда все стабильно и отправиться у одиночное плавание. И все ж таки, заручившись подтримкой мужа, Катерина стартовала. Оформила индивидуальное предпринимательство и стала пропоновывать фотопослуги. Спочатку спробовала себе у розных жанров, а ли потом выделила приоритетные – весельную вздымку и жанутшие портреты. Конечно, было страшно и волнительно уходить в свое дело, в свое собственное плавание. Но ни одной минуты я, наверное, не пожалела об этом решении, несмотря на все трудности, сложности, на огромную ответственность, которая лежит только на тебе, не на кого это переложить, не на кого положить. То есть только ты сам решаешь, что ты делаешь в своей жизни, как ты это делаешь. И это одновременно и сложно, и очень здорово, потому что именно ты сам строишь свою жизнь. То есть ты планируешь и свое время, в том числе и рабочее, и отпускное. То есть это свобода, которая дорогого стоит. Пандемия болюче ударила бизнесменов из разных сфер, але больше за все потерпела Галина Послух. Без ежи прожить нелега, а без фото – можно. У Катерины резко снизилась колька заказов, и все рабочие поездки до заказчиков зусе Беларуси и российских регионов практически вспынились. И такие незаездросные справы у многих предпринимательников. Каб некогда помогли экономиться в целом и бизнесу в приватности, президент Беларуси Александр Лукашенко на приконце красавика выдал указ номер 143. УИМ, как мы рассказывали не раз, меры подтримки бизнеса для минимизации уплыва на экономику с усветной ситуацией, связанные с COVID-19. Президентом Республики Беларусь в апреле месяце принят указ номер 143 о поддержке экономики, в котором установлен ряд мер по поддержке бизнеса в условиях мировой эпидемиологической ситуации, одной из которых является налоговая поддержка. Указом определен вид деятельности, наиболее подвержен неблагоприятному воздействию в сложившейся ситуации, которым по уплате налоговых обязательств предоставляется отсрочка, рассрочка и налоговый кредит. Так, местными органами власти уже приняты в отношении девяти плательщиков указанное решение. В основном это такие виды деятельности, как общественное питание и услуги населению. Индивидуальным предпринимателям предоставлена возможность перехода на иные режимы налогообложения. На сегодняшний день ряд плательщиков уже воспользовались и перешли на уплату налога при упрощенной системе налогообложения. Кроме того, областным советом депутатов принято решение об снижении ставок единого налога в два раза для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на третий квартал 2020 года. У Гомельской в области плательщиками одинаков податку заявляется 9 375 индивидуальных предпринимательников. В третьем квартале они будут платить податок по уменьшенной у двоя ставцы.